Всех с наступившим новым 2022 годом! Сегодня 3 января и мы уже шпарим. И первая работа, которую я выполняю в этом году, вернее продолжение работы, это болты, дюймовые болты. Я уже показывал. 5 восьмых дюймов, 11 ниток на 1 дюйм. И сегодняшняя тема это возвращение опять к экономии, к вторичному использованию инструмента с механическим креплением пластины, а именно заточки пластин, которые уже были, как говорится, в работе и для текущей работы не подходят так, как подсели режущие кромки. Вечная проблема – это, конечно же, переточка подобных пластин. И в этот раз я решил все-таки, как говорится, добить до конца инструмент, который я купил и который мне не понравился. Я думаю, вы вспомните, когда я покажу вам коробочку. Вот так выглядит коробочка. На обратной стороне режима резания. То есть этот инструмент я заказывал для того, чтобы использовать его при обработке деталей с поджатием задним центром. Геометрия прямо замечательная, она меня очень порадовала, но производительность и стойкость этой пластины меня очень разочаровала. Сейчас я вам покажу эту самую пластину, какой износ у нее был. И эту же пластину я буду перетачивать заново. Вот главная режущая кромка, которая нанесена вот такой невосполнимый ущерб в виде скола. Вершина, которая также подсела. Напомню, я этой пластиной обрабатывал болты М16, шестигранник на 22. Да, они, кстати, очень похожи с теми болтами. Дюймовый болт, 5,8 дюйма, имеет диаметр 15,8, если не ошибаюсь. Но это не так важно. Ну, то есть шестигранник также 22. Минутку. Шестигранник 24. Шестигранник 24, диаметр практически такой же. То есть посажены обе режущие кромки. Какое-то время он у меня лежал в шкафу. Но еще у меня в доступе 8 пластин. Ну и не убрасывают же. Поэтому я все-таки хочу сейчас, как говорится, на ваших глазах, подправить эту пластину на алмазе. И посмотрю, как она будет работать практически на тех же самых режимах. Есть ли смысл перетачивать? Если, допустим, ей придет кирдык при обработке, к примеру, двух болтов, в тот раз частота обработки снизилась, по-моему, после третьего болта. Я был, конечно, да, разочарован. Ну, и сейчас я его подправлю так, как считаю нужным. Стружка, завивающая канавку, главную режущую кромочку. И посмотрим, что из этого выйдет. Если же работать будет без эмульсии. Если же нет, ну, просто надо будет заказывать уже другие пластины. Проверить резьбу. Все видели, все слышали. Но все равно я тесты проведу. Так, я подправил главную режущую кромку. Вспомогать на режущую кромку радио с вершины. И вторая позиция. Все то же самое. То есть главная режущая кромочка. Убрал износ полностью. Вспомогать на режущую кромку. Стружка, завивающая канавку. Устанавливаю держатель. И у меня сегодня так получилось, что я работаю полностью, использую инструмент с механическим креплением пластины. Значит, проходной, упорной. Резьба нарезной. Единственное, что резьба нарезной, это пластины, которые мне еще прислали ТМЕ. То есть 55 градусов. Резьба, напоминаю, дюймовый, 11 ниток. Профиль 55 градусов. И для отрезания я буду использовать лезвенный резец, который мне не понравился именно по стружколому пластины, которая была в комплекте. И неоднозначная частота обработки, которую он выдает на торцах. Хотя мне писали и про подшипники шпенделя. Ну, глупости то все. Итак, все инструменты у меня сегодня с механическим креплением пластин. Ну, все, давайте приступим. Здесь так все получилось, что при настройке станка на нарезание шага 11 ниток, подача, в принципе, меня устраивает. И я ничего переключать, изменять не буду. То есть я на этой же подаче. Этот станок позволяет вращаться и ходовому винту, и ходовому валику. То есть не нужно дергать рычаги. Настроился и фигач. 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 Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Я нарезал профиль полностью, но это не оправдано, поэтому я использую ленивый способ, который применяют многие текаря. То есть общий профиль прорезаю, а потом просто калибрую плашкой. Благо эта плашка у меня есть. То есть в принципе это не возбраняется и это считается нормальным. Субтитры подогнали Симон. 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 Многою буду брать. Я наверное сразу сделаю притупление как на этой переточине. И она уже не будет выкрашиваться как у меня было на первых болтах, которые я её и тестировал. Вот с этой стороны это новое, переточенное видео. И на основании этого я могу сделать совершенно точный, определенный вывод, что в общем-то притупление главной режущей кромки в данном случае продлило время работы этой самой пластины. То есть предыдущий опыт, скрошилось уже третий болт, и я все это отложил в сторону. Так что в данном случае переточка помогла, и я думаю, по производительности она себя, она ресурс пластины в общем-то не уменьшила. А даже в общем-то и неплохой результат, даже вот по количеству, которое я изготовил на ваших глазах. Теперь относительно другого инструмента. Также я в работе использовал пластину, которую мне прислали ТМЕ. Я ее не буду откреплять, потому что сегодня, как говорится, речь вообще не о ней. Но в прошлом видео у меня маленчик, не, в прошлом или в предыдущем, я сейчас уже не помню, маленечко упрекнули, что я говорю пластины от ТМЕ. Но меня поправили. Да, я подтверждаю, что ТМЕ, они продают инструмент, сами они его не производят. Инструмент, который они мне присылают, бывает либо китайский, либо итальянский. В данном случае резьбовая пластина, замечательная резьбовая пластина. Я уже не первый раз удивляюсь ее стойкости и качеству нарезаемого профиля резьбы. Это итальянская пластина Niko TOLS. Вот как выглядит, скажем так, товарный знак. И сзади режимы резания. Инструмент дорогой, предупреждаю сразу, поэтому я особо и не распространялся по поводу подобных пластин. Ну, потому что думаю, что вряд ли кто-то из вас будет заказывать подобные пластины, потому что они стоят, по-моему, рублей 800, что ли, одна пластина. Вряд ли. Но вы хотели, я вам показал, что замечательный инструмент, тоже стоит своих денег, и я им очень доволен. Ну, на этом, наверное, и все. Всех еще раз с наступившим Новым годом. Я продолжу тестировать инструмент. Кстати, я заказал, ранее уже об этом говорил, что заказал лезвенный отрезной, который я использую. Дальше буду использовать на 25 с особенными пластинами. Лезвенный инструмент я заказал на 32 высота и под стандартные отрезные пластины, чтобы их использовать и на обычных отрезных, и на лезвенном отрезном. Ну, и там державка будет, держатель уже будет, конечно, крупнее, 25 на 32. И этот инструмент я все равно буду дорабатывать, ну, заказывать повторно такие пластины. Ну, не знаю, наверное, нет. Потому что, в принципе, ресурс у них, в общем-то, за счет того, что они тупые, режут прямо, ну, выдавливают металл. То есть, в принципе, я думаю, надолго хватит. Повторно нет, наверное, не буду заказывать. Ну, все. На этом действительно все. Всем пока.